В Ватикан из США вернули копию письма Христофора Колумба возрастом 525 лет. Ранее неизвестные злоумышленники украли документы с библиотеки микрогосударства и заменили качественной подделкой. Расследование вели служба безопасности США и эксперты Святого Престола. «Для изготовления подделок требуются навыки. Тот, кто сделал эту подделку, повторил размер листа, некоторые характеристики оригинального письма. Для неподготовленного глаза такие подделки похожи на оригиналы». Возвращаясь в Европу в 1493 году, ещё будучи в море, Колумб написал письмо испанским монархам. В нём он написал своё открытие нового света, а также подготовил почву для того, чтобы запросить финансирование новой экспедиции. Изначально письмо было написано на испанском, затем были отпечатаны несколько его копий на латинском. Их распространили по всей Европе. Так Испания хотела рассказать всем о своём достижении. Расследование выявило, что подлинную копию письма Колумба один нью-йоркский книжный дилер купил у Марина Масима де Карра, которого служба безопасности США характеризует как известного итальянского книжного вора. В настоящее время он отбывает семилетний срок в Италии за кражу около 4000 древних книг и рукописей из итальянских библиотек и частных коллекций. Позже копию купил американский коллекционер, который уже скончался. Его вдова согласилась добровольно передать реликвию в библиотеку Ватикана. Это не первая возвращенная копия письма Колумба. Так, недавно подобная вернулась в Национальную библиотеку Каталонии. Сотрудники Американской службы безопасности говорят, что копии похитили сразу из нескольких европейских библиотек.